Досуг на новогодних праздниках может быть полезным и интересным, и он не ограничивается временем, проведенным дома, прогулками на свежем воздухе или посещением учреждений культуры. Вместе с ребенком можно прийти и на мастер-классы, на которых он создаст свое неповторимое и уникальное изделие. Занятия с детьми в информационно-выставочном центре проходят регулярно. Программы для маленьких экспериментаторов разнообразные. Мы очень любим посещать такие мероприятия. Стараюсь всегда детей как можно больше куда-то водить, показывать, какие-то новые виды творчества показывать, приучать, приобщать к каким-то интересным делам, мероприятиям. И я думаю, что мы впоследствии тоже посетим здесь лаборатории. Я видела, что они проводятся уже круглый год, а пока вот начали с тематического, с новогоднего. Очень интересно. Сотрудники завода дают возможность детям посмотреть на химию с другой стороны. Это не скучные формулы и элементы таблицы Менделеева. Это ряд занимательных, интересных и безопасных опытов. Для нас важно то, что во время таких программ мы не занимаемся одним развлечением. Под спутным мы занимаемся обучением. И никто даже не понял, какие серьезные вещи мы вложили. У ребенка за это время появляется устойчивый интерес к науке, и они возвращаются. Как правило, все детки, которые приходят к нам, это уже давно наши постоянные гости, которых мы узнаем уже давно в лицо. Афиша мастер-классов разноплановая. И ее наполнение подойдет как для детей, так и для взрослых. Экскурсии, украшения из ювелирной смолы, создание рисунка на майке через трафареты и не только. Мы изготавливаем новогодние игрушки на деревянной основе. Все очень экологично, но используем еще и наши красители, которые соединены с пластиком, выглядят как бисер. Наносим их с помощью клея ПВА, который также производим мы. И имеем возможность изготовить небольшой сувенир. На занятиях соблюдаются все условия безопасности. Группа формируется до 10 человек. Чтобы гости чувствовали себя защищенными, на входе проверяют температуру и наличие QR-кодов. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей.